Кризис семьи. Ваше мнение. Голос народа. 18 июля. Кризис семьи. Ваше мнение. Статья Светланы Замлеловой «Сознание и бытие» под рубрикой «Кризис семьи» С.Р. 2 июля 2019 года, вызвала горячие споры, многочисленные отклики. Представляем здесь некоторые суждения и позиции. Попытки создания нового человека удались. Он превращается в глобального кочевника, настроенного не на созидание, а на поиски готовой и подходящей среды, цитирует читатель статью Светланы Замлеловой «Сознание и бытие». Новый человек в России сформирован. Это глобальный кочевник и потребитель. Потрясающая статья. Светланы с высоты своего благословенного таланта обозревают мир и посвящают нас в жуткие процессы глобализации. Уничтожить человека в человеке. Расчеловечить в биоробота. Глобальный кочевник и потребитель. Где-то в старой песне есть слова «Счастье лежит у нас на пути, а мы проходим мимо». Потребитель мимо не пройдет, а даст сильного пинка этому счастью. Ни семья, ни любовь, ни отеческие святыни ему не нужны. Как первобытному кочевнику, который перегоняет своих животных с выбитого пастбища на нетронутое. Название оригинальное. Навязанное медиаторами сознание начинает определять бытие. Человеческая история сделала поворот в сторону регресса. Не зря антиглобалистская молодежь таскает плакат «Социализм – это жизнь, капитализм – это смерть». Глобалисты тащат человечество к смерти. Надо сопротивляться. КПРФ и левые силы возглавляют эту борьбу. Нужна всемирная поддержка. Суслик минус. Программа разрушения семьи началась отнюдь не с глобализмом, а уже давно и сегодня находится в завершающей стадии. Интересы финансового капитала лишь продолжают давно принятую сатанинскую установку на разрушение семьи брака, которая является самоцелью, а вовсе не следствием финансовых интересов глобализированных корпораций. Прямым доказательством того, что разрушение традиционной семьи и самоцель либеральных идеологов является легализация так называемых гомосексуальных браков на Западе – это уже последний гвоздь в крышку нормального брака как союза мужчины и женщины. Государство, да и общество на Западе согласились с тем, что им все равно, преследует ли брак такую цель, как деторождение, или нет. В христианстве же главная цель брака и именно деторождение. Противостоять всему этому без возвращения к христианской традиции невозможно. Государство тут должно сыграть наряду с церковью первостепенную роль сопротивления злу силой. Должен быть восстановлен нормальный пожизненный брак, а разводы разрешены только в исключительных случаях, ибо в непожизненном браке смысла нет. Женщина должна получить гарантированную защиту мужчины на всю жизнь, а мужчина должен восстановить свой естественный статус главы защитника семьи. Должны быть запрещены аборты и противозачаточные средства для всех, кроме тех, у кого уже есть хотя бы двое детей. Либеральная идеология с ее правами и свободами, попирающими обязанности, должна быть похоронена. Хитклифф. Минус. Хитклифф. Очевидно, тема захватила за живое, видимо, больной вопрос. Но не могу поддержать его, слишком экзотично, или нереально архаично. Возражений масса. Вот хотя бы. Движение вспять в принципе невозможно. От кого надо мужчине защищать нынешнюю женщину? Сейчас все регламентировано законом, даже возможность защищать. Каким способом? А она этого хочет, в среднем, в массе, быть всю жизнь под защитой. Принудительное законодательное закрепление, крепостничество, постоянство браков породило бы, очевидно, эпидемию таких общественных пророков, как лицемерие, ханжество, скрытое угнетение, разбитые жизни, несчастные судьбы. Больше всего детей рождалось не в идеальной традиционной семье, а у султанов в гаремах. Может, нам туда. Чусовитин. Минус. Я вот смотрю передачу «Мужское, женское» и вижу, что большое количество детей рождаются как раз от матерей из социальных низов, от пьющих даже, и это 3, 4, 5, 6, 7 детей. При этом они не заморачиваются браком, отцовством, алиментами. Почти все числятся матерями-одиночками, и государство платит им около 10 тысяч на каждого ребенка. Никто из детей не голодает, если уж совсем плохо детский дом, приемная семья, да и при том это дети от разных мужчин. А пожизненный брак с одним человеком? Нет. К чему такие крайности? Люди стали умнее 2-3 брака за жизнь. Отцы при этом живут с чужими детьми и ввоз не дуют в обществе. Мораль такова, что чужих детей не бывает. Французская актриса Катрин Денев символ и краса Франции, на вопрос, почему она не замужем, ответила, зачем нужен брак, когда существует развод. Легкость развода в современном мире только заставляет поддержать ее слова. Куровин. Минус. Человечество само себе роет яму. Уже сейчас имеется нехватка не только продовольствия, но и воды, истощаются природные богатства, которые человек использует для получения необходимых жизненных благ и товаров. Миллионы людей эмигрируют в поисках лучшей среды обитания, возрастающие экологические проблемы как результат деятельности людей. Уже некоторые страны вводят необходимые меры по уменьшению рождаемости, и во многих странах семьи ограничиваются один-два детьми сознательно. Но население продолжает неуклонно расти, угрожая появлением массовых катастроф, войны всеобщего апокалипсиса. И это еще не все. Человечество способно производить на свет детей искусственным оплодотворением, регулируя численность населения по своему усмотрению. Но еще находятся люди, которые поднимают проблемы из-за низкой рождаемости, хотя в ближайшем будущем перенаселение планеты, вероятно, станет реальной проблемой. Попытки влияния на сознание людей варварскими способами существовали с древних времен, и коммунисты далеко не первые на этом пути. Сюда можно отнести все религии, секты, идеологии. Я не говорю, что человека не надо воспитывать, но названные методы похожи на вмешательство в ядерные процессы без должного представления о последствиях, которые могут привести и приводят к разрушениям личности, подобно чернобыльской катастрофе. Ведь все эти методы воспитывают не творчество, знание, уважение к другим людям, а слепое подчинение и догматизм, иначе воспитание рабов духа. И также можно проследить, кому выгодно появление таких духовных рабов. Валбк 76 минус. Общество переходит, конечно, не в стадию, чреватую победой коммунизма, а в кастовую формацию, в которой важны не деньги, а статус, принадлежность к касте и кланам. Деньги останутся для побуждения к труду плебса в низшей касте. Чипизация легко разрегулирует зоны доступа. Семья пока еще обладает притягательностью, но лишь ради некоторых бытовых удобств и воспитания детей. Но далее, в высших кастах, как это было и у дворин, воспитанием займутся гувернеры и тому подобное. В низших рождаемость, видимо, будет регламентирована. Семьи исчезнут, а дети в основном будут на содержании государства. Впрочем, и при социализме, может случиться, при бытовой обеспеченности и примерно равных у всех благах, при государственном целевом обеспечении каждого ребенка, экономические основания для существования семьи тоже исчезнут, а стало быть, и регистрация брака не нужна. Таким образом, по моему мнению, институт семьи объективно обречен на отмирание. Институт семьи базируется на двух китах – динаматические, клановые интересы либо экономические. Инстинкт продолжения рода играет, наоборот, разрушающую роль. Любовь способствует браку, но приходящая и переменчива. Таковы реалии. Обществу пока удается сваливать свои проблемы на семью. И уж там кому как повезет. Пытаются нагрузить семьи проблемами, для решения которых у многих из них нет средств. Но в обществе сейчас вообще полно нерешенных проблем. И ни одна из них уже не решается средствами, обусловленными существованием семьей. Значит, семьи уже не базис. А ранее, в крестьянстве, они были экономической ячейкой общества. Более того, смею предположить, что в стабильном и не провоцирующем взаимную вражду и конкуренцию обществе, то есть не в потребительском, семьи станут формироваться по аспектам эмпатии, то есть могут быть несколько более коллективными, чем двое плюс дети. Что особенно позитивно именно для воспитания детей. И так гораздо более приемлемо, чем гомосексуальные семьи, ибо они акцентируют внимание детей на имеющие место безальтернативные варианты. Иные взгляды просто неосознанные пока пережитки антагонистических общественных отношений, которые во времена Христа были еще нормой. А пропаганда гомосексуализма, разумеется, недопустима. Ашу минус. Сложную проблему подняла автор публикации. Без возврата к социализму и социалистическим ценностям исправить ситуацию невозможно. Общество должно строиться примерно так, как это сделано в совхозе им. Ленина, руководимым Грудининым. И это должны быть не просто высокие заработки и зажиточная жизнь, но в первую очередь моральная составляющая существования общества. У человека должно существовать чувство собственника в хорошем понимании этого слова. Здесь все мое, мне здесь уютно, есть будущее моим детям, здесь заботятся о стариках и детях, здесь и уважают труженика. Я могу выбрать для себя любимое занятие, работу. В первом приближении примерно так. Грэй-Грэй. Минус. Статья весьма актуальна, раз развернулась такая горячая дискуссия, что редко бывает у нас на форуме. Я лично прожил уже 64-го года в официальном браке. Восемь потомков в трех поколениях. За все это благодарен советской власти и социализму. Боюсь, что нынче это навряд ли возможно. Лежевка. Минус. К проблеме воспроизводства населения. Можно сколько угодно призывать к отказу от абортов, проповедовать религию, домострой и традиционные ценности, но ничто из перечисленного уже не поможет, потому что все это держалось на мелко товарной аграрной экономике, которой давно нет. Сейчас все эти традиционные радости просто невозможны, сколько ни агитируй. Выход в перспективе 1. Воспроизводство людей должно стать делом не отдельных индивидов, а всего общества, которое должно взять полную ответственность на обеспечение и полноценное развитие каждого ребенка. А это опять таки возможно только при переходе к коммунистическому способу производства, когда на место конкуренции и борьбы всех со всеми придет человеческая ассоциация, коллективно владеющая всеми средствами производства, которые в свою очередь работают согласно планированию, нацеленному на удовлетворение потребностей членов ассоциации, и где такое понятие, как прибыль, просто отсутствует. В такой ассоциации не будет чужих детей. Минус. Сколько людей уверены в своем будущем? Каким они видят это будущее? Папа воровал, и я буду. Мама торговала собой, и я уверена, что буду. Это и есть любовь к родине. Этим можно гордиться. Стыдобище. 40% ВВП в тени. У нас что, 40% трудятся в тени, то есть преступники? Пандемия спида, 450 тысяч. Человек гибнут год от чего-то связанного с наркотиками. 50% работают в торговле. Долой мечты. Или за прилавок, или в корыто мордой. Какое образование? Какая культура? Не дай бог, еще вспомнит про идеологию, философию, что человек это должно звучать гордо. Молодежи нельзя не мечтать о высоком, нельзя не гордиться своими достижениями. Чем гордиться? Флешмобы не спасут. Шаева. Минус. Статья правильная и интересная. Проблема, поднятая в ней, действительно очень важна. Указания некоторыми на низкую рождаемость при социализме неуместны. Тогда проблемы были иными, и их решали. Нынешняя власть проблемы решать не хочет и не может. Их нелепые попытки якобы улучшить ситуацию имеют противоположный эффект. Минус. Автор. Во-первых, детям почему-то кажется, что, уехав, они непременно найдут хорошую работу и смогут себя реализовать. Не только детям, но и взрослым, не только в России, но и практически во всем мире людям кажется, что там, где нас нет, живет счастье. Англичане так же, как и россияне, покидают и готовы покинуть свои насиженные места и уехать в Австралию, Канаду, да куда угодно. Одним словом, глобализация. У меня одноклассник уехал в Финляндию, моет котлы, но зато теперь с их деньгами ездит в Россию отдыхать где угодно и когда угодно. Россиянину можно ездить отдыхать в Казахстан, там все в двух раза дешевле. Если все правильно рассчитать и эмигрировать, то на какое-то время все люди могут почувствовать себя более благополучными в материальном плане. Анна Савельевна Алексахина Первая в СССР женщина, удостоенная звания мать-героини. Class equals gallery, my love you equals true. Анна Савельевна Алексахина Первая в СССР женщина, удостоенная звания мать-героини. Знаете, люди, нет страшнее скорби, чем расстаться с матерью своей. Трудно жить, навеки мать утратив, нет счастливее тех, чья мать жива. Именем моих погибших братьев слушайтесь молю. В мои слова, как бы ни манил на сбег событий, как не влек бы в свой водоворот, пущи глаза маму берегите от обид, от тягот, от забот. Боль за сыновей подобно милу выбелит ей коса добела. Если даже сердце отчерствело, дайте маме капельку тепла. Если стали сердцем вы суровы, будьте, дети, ласковее с ней, берегите мать от злого слова. Знаете, дети ранят всех больней. Дети мира, берегите мать. Чтобы в душу не проникла плесень, чтоб не стала наша жизнь темна, чтобы не забыть прекрасных песен, тех, что в детстве пела нам она. Расул Гамзатович Гамзатов. Нужны ли России матери героини? Россия отметила День Семьи, Любви и Верности. Праздник прошел в невеселой атмосфере. Рождаемость в России достигла своего минимума за последние 10 лет. Налицо глубокий демографический кризис первый в условиях мирного времени. Прецедент такого рода отмечался в стране лишь на фоне тяжелейших лет Великой Отечественной войны. Впрочем, тогда руководство страны сумело найти выход из сложившейся ситуации. Сталинская система заложила для семьи огромный запас прочности. Еще не отгремели сражения на полях Великой Отечественной войны, забравшей миллионы жизней советских людей, а в СССР уже ввели звание «Мать-героиня» в высшую степень отличия, установленную для женщин за заслуги в рождении и воспитании детей. В руководстве Советского Союза тогда посчитали, что благородный труд матери подвиг не меньший, нежели уничтожение фашистов на фронте. 1 ноября 1944 года первые матери героини были приглашены в Кремль для вручения им высоких наград. О судьбе первой награжденной Анны Савельевны Алексахиной, вместе с супругом Федором Ионовичем поднявшей 12 детей, Советская Россия подробно рассказывала в материале «Подвиг материнства» 23 октября 2014 года. Восемь сыновей Алексахиных ушли на фронт, четверо не вернулись. У Ленинградки Серафиму Васильевны Игнатьевой на фронте воевали четверо сыновей, а три сына и три дочери во время блокады Ленинграда трудились на оборонных предприятиях города. У самой молодой из первых награжденных работницы Верхнепышменского торфопредприятия Свердловской области Татьяны Сергеевны Бубновой было четыре дочери и шесть сыновей. После войны все дети получили высшее или среднее техническое образование. Произвести сдвиг в общественном сознании в пользу благоговейного отношения к матерям в те годы было легко. Социалистическое, советское общество было коллективистским, а самое главное в коллективизме ячейка. А, значит, и семья как ячейка общества, которая охотно создавалась в семье культ, а государство поднимало престиж женщины-матери через законодательство, предоставление социальных льгот, кампании в газетах, через культуру и формирование общественного мнения. Даже непопулярные меры налог на бездетных мужчин, затруднения с разводами, сработали в том же направлении. Пожалуй, самым впечатляющим актом стало утверждение звания и ордена мать-героини. Награждали семь матери, родившие и воспитавшие десять и более детей. Указ Президиума Верховного Совета СССР вводил еще несколько материнских наград за многодетность и воспитание детей Медаль Материнства и Орден Материнская Слава, выстраивая таким образом пирамиду наградной системы, вершиной которой являлся Орден Мать-Героини. За советское время им была награждена 431 тысяча женщин. Последние в истории СССР присвоения звания состоялись в ноябре 1991 года. В постсоветское время Орден уже не вручался, что вовсе не означает, что в России перевелись матери-героини, а лишь отражает отношение к такого рода героизму со стороны государства. В наши дни как бы вновь обратились к популярной традиции. Но Орден Мать-Героини заменили на Орден Родительская Слава, который теперь вручают обоим родителям. Изменились и критерии. Четверо и более детей уже достаточно, чтобы стать современной матерью-героиней. Зато претендовать на получение награды могут только те семьи, которые обеспечили своим детям гармоничное интеллектуальное, физическое, культурное, духовное и нравственное развитие, ведут здоровый и социально адаптированный образ жизни, подают хороший пример укрепления Института семьи и воспитания детей. Вспоминают об уникальных семьях раз в году, отбирая с помощью кремлевских фильтров показательные семьи для торжественной церемонии в Кремле. После чего про героических матерей благополучно забывают. Да и само награждение, как, впрочем, и многое другое в современной России от праздника выпускников до прямой линии с президентом, носит характер официального мероприятия, от которого за версту веет пиар-операцией. В этом году Владимир Путин вручил родительскую славу восьмим многодетным семьям. Награды и сто тысяч рублей вручили, сфотографировались с президентом и разошлись. Если в советские годы действительно задумывались, что будет со страной, когда погибло столько ее граждан, то во главе угла было не просто восполнить людские потери, но создать условия, чтобы вырастить нового человека. Огромную ответственность за развитие института семьи несла культура, утверждался культ матери. Этому посвящались литературные произведения, фильмы и песни, слагались настоящие гимны семье. В целом это воспринималось как особый мотив в жизни общества. Первой матери героини писали благоговейные письма со всей страны и обращались к ее материнской мудрости, просили советов. Современная культура работает на разрушении этого института как такового. Нормой стало, что сюжеты фильмов и литературных произведений основаны на идее распада, а не культа семьи. В советском обществе многодетные матери пользовались признанием, а звание и награды государства подкрепляло постоянной материальной поддержкой. И чем увереннее развивалась советская страна, тем больше становилось обеспеченности и льгот. Начиная с 1950-х, главной привилегией многодетных семей стало получение отдельных квартир, причем матери героини обладали правом на первоочередное получение жилья и выплаты хороших пособий на детей. Сказать, какие преференции на государственном уровне есть у матери героини в России сегодня, нельзя, потому что их фактически нет. Денежную награду 100 тысяч рублей – это на советские деньги меньше тысячи – вручают один раз вместе с родительской славой. Родители, которые воспитывают семерых и более детей, вместо положенных когда-то квартир и пособий дополнительно получают знак ордена и его миниатюрную копию, которую могут надевать на торжественные мероприятия. В известной зеленоградской семье Кайловых 11 детей. 13 человек живут в однокомнатной квартире площадью 40 квадратных метров, спят на двух больших двухъярусных кроватях, по три человека в каждой. Уроки ребята делают за одним письменным столом, за него одновременно вмещаются трое, там и учатся, и мультики смотрят. По словам мамы Марии, в одной комнате особенно тяжело, когда дети начинают болеть. Вирус гуляет по кругу, все начинают чихать и кашлять. Лекарства многодетным иногда дают бесплатно, но чтобы их получить, нужно отстоять очередь в поликлинике, а на это с 11 ребятишками просто нет времени. Мы даже под программу ипотеки в 6% не подходим. Сказали, ее выдают, только если двое-трое детей. Проблема с жильем актуальна для многих многодетных семей. Пока дети маленькие, но скоро начнут расти, и хочется всех разместить, чтобы у каждого был свой уголок, рассказывает Мария Кайлова. Надо заметить, в отдельных регионах, уже на местном уровне, для многодетных семей устанавливают льготы на оплату коммунальных услуг, выделяют поездки на курорт для родителей или детей, могут без очереди выделить место в детском саду. Тем временем само отношение общества к многодетным семьям и матерям сегодня становится все больше отрицательным, они начинают восприниматься как конвейер по воспроизводству нищеты. И ведущую роль здесь играет, опять же, государство, на словах поощряющая многодетность, а по существу перекладывающая все проблемы на плечи самой семьи. У чиновников то и дело срывается с уст, вам столько рожат никто не велел. Семьи с числом детей, большим трех, вызывают, зачастую, сильное неодобрение окружающих еще и потому, что выбиваются из рамок социального стереотипа, современными общественными установками всячески поощряется и провоцируется самореализация, однако совместить многодетность и успешную карьеру довольно сложно. Отсюда и предвзятое мнение, многодетный родитель не может быть успешным, полноценно реализовавшимся. В результате между понятиями многодетная мать, отец и неуспешный человек практически ставятся знак равенства. Впрочем, в условиях отсутствия льгот, нормальных пособий, рабочих мест, особенно в сельской местности, это неудивительно. Закономерно, что первая проблема многодетных семей сегодня это материальная необеспеченность. Уже с рождением первого ребенка в семье женщина уходит в декретный отпуск. И вместо двух зарплат остается одна, зато вместо двух людей на нее должны прожить трое, а то и четверо. Денег из расчета на одного человека становится в двух-трех раза меньше. А если детей не один и не два, а четыре или пять, или, как в семье Кайровых, одиннадцать? В качестве ответной реакции в обществе сложилась интересная тенденция. Больше трех детей решаются рожать либо очень обеспеченные родители из привилегированных слоев общества, что редко, либо маргиналы, которые над этим вопросом просто не задумываются. Награжденные в 1944 году колхозницы, работницы, домохозяйки, жены трактористов, инженеров, военных. Среди награжденных орденом родительской славы в мае этого года генеральный директор ООО «Лукоилцентрнефтепродукт», учредитель школы и гимназии, настоятель церкви. Что касается малообеспеченных многодетных откуда-нибудь из глубинки, орденов такие родители не получают, их вообще не замечают. Они для хозяев жизни проходят по категории нищебродов. Как правило, в таких семьях за детьми плохо смотрят, их воспитанием не занимаются, что негативно сказывается на развитии ребенка. Очень часто ребятишки отстают в развитии и тяжело проходят социальную адаптацию. А если ими займется современная российская опека, это череда особых драм и трагедий. В результате отношения людей к многодетным семьям в целом становится отрицательным. Они уже изначально ассоциируются с неблагополучием, а родители с безответственностью. Практически каждый горд в преддверии отмечаемого в стране праздника День Матери в прессе возникает тема возврата в Российской Федерации звания и памятного знака «Мать-героиня». В прошлом году в СМИ даже появилась информация, что уже разработан законопроект об установлении почетного звания «Мать-героиня» Российской Федерации с большим количеством льгот, аналогичных советским. Однако дальше разговоров дело пока так и не пошло. Впрочем, даже при условии возврата льгот, представляется сомнительным, что в современном российском обществе с его духовными ценностями статус «Матери-героиня» начнет пользоваться существующим когда-то преклонением. Кто не знает, как велик благородный труд «Матери», посвятив свою жизнь воспитанию тех, кто продолжит дело, начатое отцами и дедами, кто еще более возвысит славу нашей отчизны, умножит ее мощь, она совершает тем самым благородный общественный подвиг. Уж очень не укладываются эти постулаты советских лет в рамки современной действительности. Вместо духа коллективизма сегодня проповедуется культ индивидуализма и индивидуалистов. Очевидно, что новые указы и награды, в том числе и родительская слава, не создали в обществе необходимых для семьи скреп. Если руководство большой страны хочет, чтобы она развивалась, оно должно многое сделать для народа ее населяющего, позаботиться о материальном обеспечении своих граждан, предоставить возможности для обучения, дать рабочие места как было когда-то. Сейчас ничего подобного у нас, к сожалению, не наблюдается. В качестве причин катастрофического сокращения рождаемости в России социологи указывают то, что из-за экономической ситуации в стране рождения детей россиянки просто откладывают. Юлия Жумакбаева